Уральская проектная смена Мне кажется, абсолютно все проекты принесут пользу, потому что они направлены либо на развитие какой-то технологии, если технология развивается, если она находится в тренде, то то, что сделали ребята, это вполне может быть маленьким кирпичиком, который в дальнейшем поможет этой технологии более активно развиваться. Вот робот-исследователь для работы на вулканах. Предлагается использовать его на вулканической поверхности для установки датчиков, которые будут передавать информацию ученым. Таким образом, люди научатся прогнозировать извержения вулканов, которых в России в прошлом году произошло порядка 30. В общем-то, он работает на системе Ардуино. Это позволяет нам более точнее представить программу для работы данного устройства. А гусеницы мы решили установить так, как по сложной поверхности лучше предлагаться с помощью гусеницы. А это уже тема космоса. Школьники под руководством наставников разработали космический аппарат, который может захватывать космический мусор. Я пошла на это направление из-за того, что оно инновационное. Это довольно актуально на сегодняшний день. Особенно проблема космического мусора. Из-за того, что на орбите его очень много и никто с ним сейчас на данный момент не борется. Существуют только прототипы, которые испытываются. Ну и от мусора космического к своему земному. Ребята из другой команды, а их в Уральской смене 19, создают робота для сборки плавучего мусора в водоемах. На данный момент наш прототип обладает системой перемещения, системой определения и поиска мусора и системой определения базы. То есть он сам может возвращаться на базу. Уральская проектная смена проводится в Сочи третий год подряд. За это время здесь прошли обучение 600 школьников с Урала. А в целом Всероссийский центр только с начала этого года принял 806 ребят по трем направлениям – наука, спорт и искусство. Гелена Аксец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова